всем привет сегодня мы с вами будем готовить плов готовлю я его так уже много-много лет это как бы такое сборная то есть где-то я посмотрела какой-то секрет у одной хозяйки что-то у своей сестры что-то в интернете нашла в общем получился мой рецепт секретами от разных хозяек и мужчин который готовит плов готовить я сегодня буду небольшое количество мяса у меня здесь баранина полкило вы можете плов готовить еще добавить говядину обычно я добавляю но сегодня одна баранина будет рис рис я промыла и обязательно нужно его просушить чтобы он был сухой сухой благе прессе не должно быть если вот он такой знаете бывают прям узбеки продают на рынках узбекский рис для плова он такой мучнистые очень много в нем крахмала его конечно надо очень очень хорошо промыть это такое покупной в магазине в обычном супермаркете пропаренный я его промыла и высушила морковь у меня здесь полкило потом у меня две луковицы я вот здесь я все взвесила сегодня потому что плов этот не дюкановские как вы видите но если только на закрепе там когда рис можно есть он ну не особо диетические но если вы съедите небольшое количество то в общем то никакого вреда вы не на закрепе не на когда пир у вас будет не есть кто-то на лестнице лестница дюкана у нас есть на канале в листе посмотрите там рецепт прям на все дни лестнице всю неделю поэтому я сегодня все взвесила и мы как всегда ну не как всегда как в последнее время мы это делаем мы скажем калорийность 100 грамм плова здесь у меня две луковицы мы взвесили лука здесь 400 грамм вот и чеснок чеснок у меня головка 1 вы можете несколько то есть кто любит мы я делала на двоих поэтому нам этого вполне достаточно если кто-то никогда чеснок не применял в своем рецепте вы попробуйте я надеюсь что понравится по крайней мере не знаю людей кто не любит вот такой чеснок в плове он не очищены до конца то есть я сняла верхние чешуйки вот это место очень хорошо ножом срезала помыла и тоже высушила в общем все продукты должны быть такие сухие никогда желательно чтобы влаги не было это что касаемо продуктов и приправы но здесь чем мы довольствуемся это приправа купленная в магазине для узбекского плова здесь все же все приправы которые необходимы в плов еще дополнительно я положу зиру барбарис кто живет не в россии это все я покупаю в русском магазине естественно соль черный перец масло растительное для обжарки плов мы будем готовить в два этапа то есть сначала мы обжарим мясо и поставим его тушить это вот у кого какое мясо у меня баранина поэтому она будет тушиться примерно час начнем баранина я вот приготовила я ее порезала на вот такие вот кусочки не не очень маленькие но и небольшие такие порционные здесь у меня есть косточки обязательно я вот но в плов обязательно чтобы мясо было на косточках тогда будет вкуснее маленькую луковицу нужно мелко порезать новый нож пробуем куплены вчера валял на рынке но тяжеловато резать луковицу это наверное все таки чистить овощи яблоко резать рук тяжело резать мелко мелко шинкуем лук у кого есть свой рецепт слова наверняка он есть плов любят все все его готовят вы попробуйте вот так сделать как я и думаю что это намного проще чем некоторые наши хозяюшки заморачиваются и готовят так лук мы порезали теперь ставим кастрюльку сковородку то в чем вы будете тушить мясо ну в общем то в этом котелке я и буду готовить плов идеально конечно казан указана у меня нет здесь ставим разогреваем казанок у меня разогрелся и я выливаю сюда две столовые ложки масла у меня баранина мясо в общем достаточно жирная кто любит ну кто и не на диете и любит пожирнее можете масло положить так ну свободно выкладываем лук и лук нужно обжарить обжарить нужно до золотистого цвета лук у нас золотился мы его так отодвигаем и выкладываем на эту сторону часть мяса распределяем лук сверху накидываем и остатки мяса вот так нужно оставить минут на пять чтобы образовалась корочка и только тогда перемешать если кто-то там сомневается можете приподнять кусочек мяса и посмотреть золотился он или нет поэтому я так оставляю на пять минут вот смотрите мясо золотилось переворачиваем вот когда вы готовите мясо вы его помыли и обязательно его нужно высушить чем меньше будет влаги в тот момент когда вы будете закладывать мясо тем сочнее получится после приготовления вот мясо у меня немного поэтому я не поленилась и каждый кусочек перевернула вот на этом этапе я посолю просто сверху слегка и поперчу делаем огонь на самое медленное накрываем крышкой и оставляем до готовности у меня будет готовиться час в процессе вот готовки вы смотрите чтобы если вы не выделяется жидкость вот у меня начала выделяться жидкость то хорошо если жидкости нет добавьте водички и так мясо у меня приготовилась я попробовала она такой мягкая теперь нужно мясо достаем если вы готовите мясо допустим в кастрюле а плов собираетесь готовить в казане то в общем то вы можете оставить мясо и разогревать свой казан я все это достаю у меня жидкости нет если у кого-то много жидкость осталось вы отдельно достаете вот шумовкой мясо а жидкость сливаете и я потом скажу что с ней сделать такой сок бульончик теперь нам нужно приготовить овощи порезать лук и морковь морковь режем соломкой если кто-то может использовать терку знаете специальная терка для корейской моркови можете использовать терку моркови немного поэтому я порежу вручную ножом вот такой тонкой соломкой нужно порезать всю морковь овощи я порезала лук не мелко полукольцами но у меня крупная луковица вот такими кусочками теперь на данном этапе значит нужно поставить на огонь воду у вас должна быть кипяченая вода и включаем огонь под вашим казанком наливаем две ложки масла растительного ждем когда масло раскалится выкладываем морковь вот ее нужно вот перемешать чтоб она соединилась с маслом и слегка вот буквально несколько минут обжарить морковь у нас слегка обжарилась выкладываем лук и тоже слегка слегка обжариваем вот овощи приготовились найти до полуготовности теперь сюда выкладываем наше мясо перемешиваем теперь мы сюда добавляем все приправы это вот приправа для плова я положу сейчас я посмотрю две чайные ложки вот на такой объем и еще чуть-чуть две ложки барбариса и еще чуть-чуть зира зиру я бы вам рекомендовала слегка размять чтобы вот она раскрыла весь свой аромат то есть вот так вот берете и вот пальца разминаете но я думаю что я положу не больше чайной ложки потому что в этой приправе уже готовой там зира присутствует все это на сильном огне и теперь выкладываем рис рис напомню должен быть сухой на данном этапе никакой жидкости перемешиваем рис должен пропитаться маслом и вот тогда у вас не будет каша когда у вас рис будет рассыпчатый вы его прям тщательно чтобы он нигде не остался вот не промешанный вода у вас к этому моменту должна вскипеть вот так и теперь мы добавляем крутой кипяток вода у меня закипела и мы наливаем наш плов наливаем ну чтобы вот все покрыло и еще плюс один сантиметр все и вот вот таким образом это должно кипеть до состояния пока сверху не будет воды все это погружаю всю морковку весь рис и все это должно быть достаточно бурно вот так кипеть вода должна вот это лишнее выкипеть вот так даже должен выглядеть на данном этапе ваш плов то есть вы вот так вот делаете видите вот там еще жидкость есть а сверху ее нет вы можете на этом этапе попробовать на соль мне достаточно теперь берем чеснок и закапываем вот так из краю делаем вот такую горку наверх накрываем крышкой делаем огонь на минимум и оставляем на 10 минут прошло 10 минут выключаем огонь крышку я открывать не буду и оставляем еще на полчаса вот такой плов у нас получился ароматный вкусный сделайте я уверена вам понравится здесь я вам предлагаю кабачки баклажаны это вот есть рецепт я там делала баклажаны с перцами а здесь с кабачками всем приятного аппетита худейте с удовольствием не забыть сказать что для чего мы это снимаем для Катя для чего ну это не особо-то дюкан но не дюкан тысча плова существует если вы умеете делать посмотрите как делаю я может быть что-то себе на вооружение возьмите или кто не умеет делать попробуйте как я может вам понравится а то обычно говорить я обычно люди жалуются что каждый шашлый не говорите не обязательно же мне одной говорить можем беседу ты задавай вопросы нет а ты давай будет интересно скажешь а почему вот именно так надо готовить а я тебе скажу муж как можете готовить как угодно и так далее я просто потому что многие делают плов там все когда им не нравится как каша получается скажу вот я делаю не как кашу и всем нравится может они урут